МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, товарищ майор Круглов, загуляйтесь уже, а? Ой, как бы, а? Сейчас я скупнусь, пойдём с тобой к бабульке, молочка парного купим, насосёмся его, как клещи. А кельку твою несчастную коту Ваське отдадим, а? Красота. Не сглазить бы. Ты что? Ладно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну? Говори, Москва, разговаривай, Россия! Давай, давай, давай! Возбуди, Игорь Брёша! Возбуди! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, отлично, мы место, Коль, с тобой для отдыха выбрали. Здравствуйте. Здравствуйте. Рыбки маловато. Зато вон, лошадки есть и коровки. СМЕХ Твое здоровье. И твоё. Тихая, спокойная деревушка. Да. Не то, что то место, куда в прошлом году Котов попал. Это где инкассадров убили? Во-во. И целый месяц весь отпуск Костя, как честный человек, помогал местным органам правопорядка. СМЕХ Да, вот это попадало. Господи! Господи, Боже мой, убили! Убили! Федеральная экспертная служба. Майор Круглов. Что возлучилось? Убийство, товарищ майор. Березин Павел Анатольевич, 39 лет. Скорее всего, был убит этими вилами. Труп обнаружила его дочь. Но она немного того молчит. Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение. Федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы. Доктор медицинских наук. Полковник Галина Рогозина. Ее заместитель. Майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патологоанатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Проект Первого канала След В деревне Шутеевка Куркинского района убит некий Березин Павел Анатольевич. Местный житель. Его тело нам отправят. Судя по всему, смертельные ранения были нанесены вилами. Но это стоит еще проверить. В этой деревне 20 домов. К вечеру Майский всех проверит и посадит. Примечательно, что перед смертью Березин пытался назвать своего убийцу. Но, к сожалению, не успел написать его имени. Ясно только одно, что это мужчина. Вот тут Круглов через местную почту прислал нам фотографии. А, ну, меня убил. Конечно, мужчина. Круг подозреваемых сужается вдвое. К полдня управится. Ну, тут что интересно. Дело в том, что в Шутеевке Березина давно не было. И о своем возвращении он никого не предупреждал. А где он был? В Солнечном Магадане золото мыл. Ну, ты-то не даешь. Как рассказали майскому соседе погибшему, Павел Березин действительно уехал из Шутеевки в Магадан на заработки. Золото мыть. То ли романтики захотелось, то ли жена запилила. Изредка писал письма, но о своем приезде никого не предупреждал. А что со свидетелями? А вот это еще одна проблема. Дело в том, что тело Березова обнаружила его 14-летняя дочь Ксения. По всей видимости у него случился серьезный шок. Она ничего не говорит и не реагирует на внешние раздражители. Постравматический шок. Ничего себе. Найти труп отца. Так можно и с ума сойти. Я знаю один хороший социальный центр в Москве. Там работают волонтеры-психологи. Никакой цербольской охраны, как в психушках. И никаких транквилизаторов. Простое человеческое участие. Отлично, Тань. Сообщи Майскому, пусть девочку туда отвезут. А где ее мать? Майске как раз сейчас выясняет, опрашивает свидетелей. Иван, а ты давно на природе не был? Понял, иду собирать оборудование. Вот что сказать-то хочу. Ксюшу как жалко. Так она отца своего любила. Так скучала, так ждала. И вот и ждалась. Бедная. Весь день на речке плескалась. Горе не знала. А тут беда такая. На речке, говорите, плескалась? А во сколько это было? Вы не помните? Да как же не помнить? Почитай все утро. Как в десять пошла, так и в два вернулась. Домой пришла, а там Пашенька убита. Иннокеновна, давай не успокойтесь. Я смотрю, у вас все точно, как по часам прямо. Так и есть по часам. Я их всегда с собой ношу. Мне внук из города отраву прислал для колорадского жука. Говорит, если все правильно сделать, то будет твоим американским жучкам перхабар. Вы имеете ввиду Перл Харбор? Я не знаю. Но внук сказал, если все правильно сделать, все подохнут. Вот я все правильно сделала. Сначала я эту смесь в воде размешала, потом на солнышко поставить на четыре часа. А потом и поливать. Я тебя, скотину колорадскую, сейчас изведу. И зачем это бог такую тварь бесполетную создал? Здравствуй, внученька. Это шо ж ты бабку-то не замечаешь? Ну что там с образцами Путерка Березина? Нашли что-нибудь? Как и просили, товарищ майор. Я тут у них в доме взял четыре письма из Магадана, что он писал. У дочки в комнате, прямо на столе, под фотографией этого убитого. Отлично. Еще один пакет. Судя по тому, как разбросана солома, здесь была драка. Так. Ну вот и посылочка для Белой. Машинка-то нулевая. Даже номеров нет. Да, я вижу. Странно, что документов не нашли. Ни в машине, ни при убитом. А дома? Судя по следам, дома он вообще не был, потоптался здесь. Там две пары свежих следов. Следы подошв здорово похожи друг на друга. Что они тут в одном сельпо одеваются, что ли? У Марины Березиной, супруги погибшего, стопроцентное алиби. Она вчера улетела в Болгарию, участвует в международном вокальном конкурсе «Славянские голоса». Звезда местного разлива? Да, поет в районном ансамбле «Народные песни». А в свободное от песен время Березина доярка. Прилетает она из Болгарии завтра вечером. Данные авиакомпании это уже подтверждают. Так что о смерти мужа она пока ничего не знает. Кстати, как там девочка? Ксюша все еще молчит. Я только что звонила в социальный центр. А что же ее матери не рассказали? А у нее нет мобильного. Она за пределы района никогда не выезжала. Что у нас с Магаданом? Я связалась с магаданской милицией. Они нашли прииски, где работал Березин. По словам его коллег, Павел закончил работать неделю назад. Даже сезон не доработал. При этом был при деньгах. Сказал, что поедет сымитировать семью, давшую трещину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скоро найдете, кто с Пашкой-то такое сделал. Да как вам сказать? Пашка был хорошим парнем. Грамотный. Книжки читал. Да бабе разве это надо? Бабе мужик нужен. А у Пашки все как-то не так ладилось. А что с ним не так-то было? Да все не так. Вот помню, решил он бизнесом заняться. Купил машину картошки. Поехал в райцентр торговать. Так картошка вся гнилая оказалась. Вот теперь решил в Магадан поехать. Золото мыть. И что, его жена не возражала против этого отъезда? Маринка-то, да, она только рада была. И не разведенка, и никто не мешает хвостом крутить. С Яшкой она крутила, с Черновым. Он у нас первый парень на деревне, при машине. Да вы видели, его Волга до сих пор у дома Березина стоит. То есть, вот эта Волга, это Черновская? А чья же еще? У наших мужиков сроду машин не было. Трактор да кобыла. Вот их транспорт. Вот она с Маринкой, с Яшкой-то и спуталась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Марин! А? Погоди. Шоколадку Ксюхе подари от доброго дяди Яшки. СМЕХ Спасибо. СМЕХ АВАНТИЯ СИГНАЛЫ 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 Это ты позоришься. Ты не то, что на машину. Ты даже на ботинки себе приличные заработать не можешь. Ты, Ксюша, на шоколадку заграничную заработать не можешь. Что ты такое говоришь-то? Вот полная ваза шоколадных конфет. Самые лучшие, наши, российские. Ксюша их любит. Сам жри свои батончики. Может, поймали уже кого? Нина Химовна, поймите, не все так просто. Заклевала она Пашку, а он ее непутевую любил. На все, говорит, готов ради своих девочек Марина и Ксюши. Вот и поехал. Судьбу попытать, да золото добывать. Вот и попытал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Доброе утро, Валя. Ну, что у нас есть? Я исследовала раны на спине, на животе и на шее. Все они были нанесены одним и тем же предметом. А можешь определить, в каком положении находился погибший в момент нанесения ударов? Нет. Угол такой, что жертва могла находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. И какие удары были нанесены первыми в спину или в живот, я тоже не могу тебе достоверно сказать. Ясно. А что с силой ударов? Так, глубина раневых каналов на животе 10 сантиметров, на спине 6. Но скончался он не от этого. Березин умер от кровопотери из-за раны на шее. Был нанесен удар показательный и была задета сонной артерией. Здравствуйте, милая девушка. Я так понял, вы продавщица из этого магазина, так? Да. В таком случае я хотел бы поговорить с Яковом Черновым. Черновым? Я не знаю. Я ничего не знаю. Извините, наверное, я плохо объяснил, а вы неверно поняли. Ведь владельцем этого мини-гиперсупермаркета является Чернов Яков, так? Я ведь вам уже сказала, я ничего не знаю, ни за что не отвечаю, ничего не подписываю. Его будешь? Нет? Так, вали отсюда. Спасибо тебе, добрая душа. Вали, вали! Яков? Танюш, Майский, привет, Танюшка. Ну, чем порадуешь? Один из твоих героев засветился у нас в базе. Я как раз собиралась ей звонить. У вас там Чернов есть? Есть, есть. Я его как раз сейчас и разыскиваю. Только у него валюту не покупай. У него судимый за валютные операции. Слушай, а как насчет вот этой вот... Ты кто такой? Ты чего надо? Я перезвоню, Танюшка. Угу. Майор Майский, федеральная экспертная института. Понял. Чего надо? Я так понял, Яков Чернов? Да, а что такое? Ну, поговорить с тобой надо. А на левой скуле и щеке убитого Антонова обнаружила гематому характерной формы. Это след от удара кулаком. Я определила размер фаланг и сделала вот этот макет. Фоторобот кулака? Мило. А что у нас с другими повреждениями? Никаких других следов драки на теле потерпевшего я не обнаружила. Понятно. Ну, а другие улики? Исследую, Галина Николаевна. Вы же Тихонову отправили свежим воздухом дышать. Вот и здесь одна и осталась. Очередная посылка из деревни. На этот раз образцы почерка убитого. Я же говорю. Где ты был вчера в 12 часов дня до 16? По делам был. А что? Это дела часом в Литеевку не заносили? Заносили. Что случилось-то? Так. А к дому Маринке Березиной ты подъезжал? А зачем мне туда подъезжать? Маринка-то в Болгарию катила. А какие у тебя с ней дела? Так иногда отдыхая вместе. А как к вашему совместному отдыху относится ее муж Пашка Березина? А что Пашка-то? Да он сбежал куда-то. Да и не потянул бы такую шикарную бабу. Я ей красивое платье покупаю для выступления ее. Да и дочке ее, Ксюхе, конфеты ношу. И все, я так понял, сложившиеся ситуации, да вы. Да Ксюха девка дикая, вредная. Она меня ненавидит, все время папку свою вспоминает. Вечно про меня гадости говорит. Врет все. Ей верить нельзя, она все врет. Яков Михайлович. Наташа, потом. Все потом. Так, ну и дальше. Я сказал, вот и отсюда! Так, что-то не шумно как-то. Пойдем к мне в машине. Зачем? Пойдем, там объясню. А он-то что здесь делает? Отец только за порог, так ты его уже в дом тащишь. Ненавижу тебя. Не лезь не в свое дело. Иди на кухню ужинать. Да про тебя уже вся деревня сплетничает. Это из-за тебя отец ушел. Ты мне не мать. Ненавижу тебя. Слушай, ты вырастешь и все поймешь сама. Напись на стене сделал убитый. Березин из Приска дочке письма писал. Их в доме нашли. Почек сапал? Ну, истекает кровью сложно написать своим обычным почерком, но посмотрите на характерное написание букв Я и Л. Что твоя Волга делает у дома Березинах? А что она там делает? Ничего она там не делает. Машину я у Кумы оставил. Я вчера колесо проколол. Да и масло надо было поменять. Я Лехе отдал, пусть займется. И давно. Что давно? Машину ты Куму отдал. Давно? Так я же говорю, со вчерашнего вечера. Врешь ты, Мочернов. Час назад твоя машина стояла у дома Березинах. Ну, это ладно. С этим потом разберемся. А как ты объяснишь свои отпечатки на двери и окнах этого дома? Так я же говорю, я к Маринке на прошлой неделе заезжал. Может, и что-то отронулся. Опять ты мне врешь. Бо ты взрослый человек, как не стыдно. Понимаешь, мой юный друг Иван, ну, ты меня знаешь. Ты знаешь, проведя экспертизу, однозначно установил, что наряду со старыми отпечатками твоими, там присутствуют и новые. А появились они там вчера, во время убийства Павла Березина. Какое убийство? Пашку, что ли, убили? Так вот вы что приехали. Да, Коль. Только зря съездил. Директор дома культуры, где выступает ансамбль Березина, ничего нового не сказал. Нашивается вокруг Марины этот Чернов. Правда, вчера вечером он приезжал и спрашивал, действительно ли она уехала в Болгарию, или его дурят. Часов шесть-семь вечера он уже домой собирался. Так как ты говоришь, новостей-то нету? Это же есть хорошая новость. У нас готовый подозреваемый есть. Все, я перезвоню. Кто подозреваемый? Да ты, Чернов, подозреваемый. Кто же еще-то? Ты мне врешь, что не был вчера у дома Березина. Ты мне врешь, что знал о Маринькином отъезде. Слушай, давай я тебе сам сейчас расскажу, как было дело, да? Ты вчера приехал к любовнице, ее не застал, а застал ее мужа. У вас завязалась драка, ты его заколол. Так все было или нет? Маринькин, ты все, не успокоишься? Так, опа, а ты откуда? Пошел все вещи на капот. Опа, а это что такое? Это мне мужик один продал. Ему от бабки осталось. Дорогой Маринькин, от Павла. Слушай, а у твоей бабки не Березина фамилия была сейчас? Дорогой Березина фамилия была. Гад! Подстави. Дай. Не мое это, мое, не мое. Колька Сысоев из Шутеевки вчера привез, ему опохмелиться надо было, а бабок нет. Это его, Цацкин. Это он украл, он. Я тут ни при чем. Так, ладно, забирай, все-то пойду. Забирай, забирай. Давай в машину. Смотри, Метод, не балуйся. Я выяснила, кому принадлежит Волга, найденная возле дома в Березинах. Она принадлежит самому Павлу Березину. Он купил ее три дня назад, еще не успел зарегистрировать и получить номера. Ну что, заждались? Ну давай, давай, наливай, наливай. Селедку-то, найти надо было. Да, кстати, кто-то из этой компашки зубной, наш клеенец. А-а-а. Кто из вас Николай Сысоев? Ну, я. Мы хотим поговорить о вашей бабушке и ее наследстве. Мужика здесь полезных, хоть держачки. Хорошо, бежит. Поймаю. Нет, не поймаю. Я говорю, поймаю, спорим. Да, мальчик. Разбегался. У нас есть постановление на обыск вашего дома. Пройдемся. Так, Сысоев. Да. Откуда у вас это? Это наследство Ольки, моей жены. От бабушки ей осталось. Так, чья все-таки была бабушка? Ваша или жены? Жены. А что? Дайте, пожалуйста, вашу руку. Отправлю белый, пусть разбирается. Покажите ваши кулаки. Кулаки. Садитесь. Так, где-то я тут видел. А, вот. Ты проголодался? Ну, потерпи, скоро обед. Это следственный эксперимент, Николай Петрович. Встаньте. Вмажьте по этому тесту. Прям вот кого-то бьете кого-то. Прям вот. Галина Николаевна, у нас есть еще одна улика против Чернова. Он действительно был не только возле дома, но и в сарае. Что нашла? Одежда и обувь тщательно вычищены. Но в подошве левого ботинка есть трещина. И в нее-то и попал кусочек соломы. Тань, это деревня. Там везде солома. Но солома непростая. Образцы полностью идентичны соломе и сарая убитого. Совпадает все. Тип травы, структура, влажность, следы химикатов. Все. Окончательно я, конечно, смогу сказать завтра, но сейчас вероятность процентов девяносто. Молодец. Вот, похоже, запасы на черный день обнаружил. Вот это тоже из бабушкиного наследства? Бабушку звали Березин Павел Алексеевич? Я ничего не знаю. Это Олька вчера принесла. Говорит, деньги надо спрятать. А я решил брошку продать. Чего добру без дела валяться? Действительно. И вы даже не спросили, откуда все это? А зачем? Деньги, они и есть деньги. Москва на проводе, готовы результаты по пальчикам и кулаку. Давай. И отпечатки на вилах, и гематома на лице Березина оставлена вашим Сусоевым. Экспертиза показала, что вы не только избили Павла Березина, но и держали в руках орудие убийства. Мне теперь от вас даже признательные показания не нужны. Но я сегодня добрый. Так что послушаю. Вот черт. Я скажу, скажу. Я тут ни при чем. Это все Олька. Иду я, значит, вчера домой на обед. Смотрю, возле дома Пашки стоит Волга Чернова. А в ней моя жена. И Чернов ее лапает. У меня аж в глазах помутнело. Хватай, гад, а бью. А это не Чернов, а Пашка. Ну, мне уже не до этого. Думаю, потом разберусь. Надо думать сначала Ольгу прочь. А Пашка за нее что, вступиться втуда? Там вилы стояли. Вот я им и отогнал его, чтобы в чужую семью не лез. Коль, ты совсем что ли сдурел? А когда пришли домой, Ольга говорит, что я пока кулаками махал, она кое-что уперла. Вот эти деньги ей золотишко показала. Ну, я и поехал брошку Чернову продать. Ему все что угодно продать можно. Он вопросов не задает. Зато 4 тысячи мне дал. Там, кстати, еще документы Пашкины были. Ольга должна была их подбросить потом обратно. Там никаких документов нет. Где ваша супруга? Поехала в райцентр к сестре. Ольга ей зелень с нашего огорода возит. Укроп, петрушку, там лук зеленый. А Натаха там на рынке продает. Вечером вернется. Надо послать к Сысоевой местных бойцов. Пусть найдут и сразу везут в ФЭС. Итак, что мы имеем? Оба подозреваемых, и Чернов, и Сысоев, были на месте преступления примерно во время убийства. И у обоих был мотив. И оба мужчины. Да неужели? В нашем случае, между прочим, это отягчающее обстоятельство. Березин писал о своем убийце в мужском роде, если кто не помнит. В том-то и дело. Не нравится мне это предсмертное письмо. Слишком много букв, да? Вот именно. Ну, представьте себе, человек истекает кровью. Ему трудно дышать. И он выводит стилистически правильную фразу. Меня убил. Да, правда, непонятно, зачем столько времени терять. А то, что произошло убийство, милиция бы и сама догадалась. Логично было бы назвать только имя убийцы. Но, может быть, он как раз и не хотел имя писать. Я уже думала об этом. А, может быть, цель этой записки было не назвать имя, а указать пол. Зачем такие шарады? Березин мог кого-то защищать, чтобы отвести подозрения. От женщины, например. Так, у Березина есть две близкие женщины. Это жена Марина и дочь Ксюша. У Марины абсолютно алиби. Ну, Ксюша тоже алиби. Она любила отца больше жизни. Или он любил ее больше жизни. Или он. Товарищ полковник, задержанность Суева доставлена. Да, спасибо. Проводите ее в лабораторию. Таня. Поняла. Пройдемте. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Техники у вас тут много. Ну, это лаборатория, потому и техники много. Дайте руку, пожалуйста. Которую? Правую. А техника-то дорогая, небось? Алло. Алло. Галина Николаевна, я закончила с Усоевой. Поняла. Проводи, пожалуйста, допрос на вас. Спасибо. До свидания. До свидания. Вы здесь, начальник? Чего вы меня позорите-то? Чего вы меня на глазах у сестры забрали? Милиция тоже приехала? А что, преступница какая-то, что ли? Я ни в чем не виновата! Во-первых, здравствуйте. Проходите, садитесь. Вы садитесь. Вы садитесь. Во-вторых, если вы ничего не делали, откуда у вас дома деньги и документы Павла Березина? Нашли, значит. Спасибо, Танечка. И в-третьих, откуда на машине Павла Березина ваши отпечатки пальцев? А если я сама все расскажу? Меня не посадят? А вы рассказывайте. А мы решим. А что рассказывать-то? Шла я вчера, ну, после работы на обед, домой. И дорога как раз мимо дома Пашки с Маринкой проходит. А возле их сарая мужик какой-то скрутится. И он поворачивается, я смотрю, а это Пашка. Ну вот, разговаривались мы с ним, а он давай про свои заработки хвастать. Ребята говорят, повезло мне. Золото само в руки шло. И что, вот прямо куски золота находил? Ну не куски, кусочки. Зато много. Наработался так, что на пару лет теперь хватит. Вот, смотри, какую машину купил. Как у Яшки Чернова. Лучше. И ботинки лучше, чем у Чернова. А деньги-то привез? И деньги. Держи. И подарки своим девчонкам. Вот это вот для Ксюшеньки моей. А это для Марины. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты что, гад? А-а-а! Коль, ты чего? А-а-а! Ты обалдел, что ли, а? А-а-а! Ну, я и пошла, чтобы подкинуть их. Но только не получилось у меня. И я их потом в выгребную яму выберу. Это что же такое получается? Дочка убитого не все четыре часа была на речке? Как раз перед убийством Сосоева видела ее возле дома. Получается, у Ксении нет алиби? Получается так. Только вот зачем ей убивать любимого отца? Белая сейчас прозванивается в социальный центр. Попробуем девочку взять к нам. Галина Николаевна, Ксюша пропала. Ушла из центра. Как ушла? А кто ей разрешил? Ну, это же социальный центр, а не тюрьма. И никто ее не охранял. Врачи сказали, что к ней мама только из аэропорта приехала. Они обе исчезли. Алло, Сергей, ты где? Вы что себе позволяете? Майор Майский, федеральная экспертная служба. Ты встречал в аэропорту Марину Березину? Я встречал. Я всю группу встречал от нашего Дома культуры. И что ты ей сказал? Ну как, что Павла убили, что Ксюша заболела. Что вы следствие ведете. Что она? Спросила, где Ксюша лежит. И бегом туда. У Ксении Березиной алиби разрушено. К тому же сама она сбежала из лечебного центра. Ее отпечатки были на виллах. Но мы решили, что она оставила их, пытаясь вынуть виллы из отца. А что, если она его и убила? Зачем? Все, что нам удалось узнать, подтверждает то, что она любила отца. Ну хорошо, если предположить, что она хотела убить не отца, а кого-то другого. Вы не забывайте, что Павла Березина в шутевке никто не ждал. Точно. Она его перепутала. Сысоев же тоже перепутал Березина с Черновым из-за машины. Да-да. И одет он был очень похожий на Чернова. И туфли эти идиотские. Березин явно хотел быть похожим на Чернова. Да. Но в сарае была драка. И мы доказали, что Березина по лицу бил Сысоев. А что, если Сысоев не врет? И драка действительно была на улице, после которой они разошлись. К тому же жена его подтверждает эту версию. Но в сарае все-таки была драка. И это же не Ксюша с отцом боролась. Или Павел с кем-то, или Ксения с кем-то. Хорошо, а если зайти с другой стороны? Если Ксюша перепутала отца с Черновым, то зачем ей убивать Чернова? Ну, она его ненавидела за то, что он фактически занял место ее любимого отца. Неубедительно. Согласна. Агрессия была бы направлена против матери. Чернов тоже неблагоприятно высказывался о дочери. Вещь не про меня гадости говорит. Врет все. Врет она все. Я верить нельзя. Зачем это Чернов так убеждает нас, что Ксении не нужно верить? И все-таки не дает мне покоя. Это драка в сарае. Не забывайте, что у Чернового в ботинке мы обнаружили солому. То есть он там точно был. А если Чернов боролся не с Березиным, а с его дочерью? Приехал к своей любовнице. То и не оказалась дома. Зато увидел Ксению. Марин, открой. Не стучитесь. Мамы нет. А где же она? Она в Болгарию уехала. На гастроли. Завтра вечером приедет. А что? Она перед вами не отчиталась? Да что ты такая дикая? Я ведь к ней по-хорошему всегда. А ты? А я вас видеть не могу. Да брось. И что же? Ты тут совсем одна? И не скучно тебе? И страшно? Коленки не дрожат? Не ваше дело. Ну почему же? Почему же? Я помогу. Помогите! Молодой человек, здравствуйте. Нам нужен ваш начальник. Мы по поводу убийства. Погодите, вы Марина. Марина Березина. Так? А это Ксюша. Слушайте, я вас три часа по всему городу разыскиваю. Мы на такси приехали. Оно ждет у дверей. Мы очень долго вас искали. И у меня денег не хватило. Это не проблема. Лейтенант, решу вопрос. Ксюшечка, тебе сначала необходимо будет пройти в лабораторию и сдать кое-какие анализы. Это не больно, не бойся. Я не боюсь. Вот сволочь. Ты о ком? Об уголовнике об этом, о Чернове. Это он Ксюшу изнасиловал. Экспертиза ДНК подтвердила. Это я убила папу. По ошибке? Да, это была ошибка. После того, как Чернов сделал это со мной, он остался лежать на сеновале. А я побежала на речку отмываться. На обратном пути мне никто не постричался. Подхожу к дому, а там все еще стоит Волга Чернова. А он все еще валяется на сеновале. Я решила, что он просто получил свое и уснул. Меня чуть не разорвало от злости. Не помню, как я увидела вилы, но я схватила их и начала бить его. Ксюша, дочка. Папа? Папочка? Откуда? Откуда ты здесь? Папочка, я думала... Прости меня, папочка. Хочу сообщить. С вас снято обвинение в убийстве Павла Березина. Давно пора. А мне будет компенсация за то, что я тут сутки просидел? А как же? Только не сейчас. Пока можем предложить обвинение в изнасиловании заведомо несовершеннолетней. Статья 131, часть 2. Не переживай. Компенсацию получишь прямо на зоне. С такой статьей много-много раз компенсируют. Компенсацию получишь... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok